Дважды на одни и те же грабли сотрудники столичного магазина, в котором недавно проходила проверка, опять попались на продажу алкоголя в ночное время. Почему владельцев торговой точки не пугают штрафы и как они были готовы защищать свой магазин? Репортаж Татьяны Прокуратовой. Продавщицу московского магазинчика как подменили. Еще пару минут назад она улыбалась и помогала двум девушкам выбирать вино. Сердобольная дамочка даже паспорт проверила, но на время посмотреть почему-то забыла. После 23 часов продажа алкоголя запрещена, видимо, не в этой торговой точке. Активисты движения «Трезвые России» поймали кассира с поличным. Два гражданина покупают пиво, а мы что купили буквально минуту назад? Купили что? Вы бы хоть постеснялись, два дня назад к вам приходили и проводили у вас ровно точно такой же рейд. Смелость коммерсантов действительно заслуживает отдельного внимания. Вот кадры, снятые в магазине два дня назад, скандалы, упреки, обещания все исправить. Даже полиция с намерением внести коррективы в работу торговой точки. Получается, днем мы работаем по системе, и за вечером мы торгуем вообще как придется. На этом, видимо, все и закончилось. А торговцы решили, что снаряд в одну воронку дважды не падает. И продолжили бизнес. Но снаряд прилетел, и вот сделка сорвана. Дамочка оперативно прячет емкости, которые теперь превратились в улики под прилавок. А там общественники находят коробку с маленькими бутылочками. На всех зачеркнуты акцизные марки. Понять, что внутри, легальный алкоголь или поддельный, невозможно. А еще на глаза активистов «Трезвой России» попадается алкоэнергетик. Такие напитки уже давно под запретом. За руку клиентов открыт сигаретный стеллаж. Ассортимент алкоотдела впечатляет. Ну сейчас мы видим, что за два дня буквально они заполонили заново весь этот прилавок. И продолжают вот так вот беспрепятственно торговать алкоголем. Активисты «Трезвой России» вызвали полицейских, но скучным ожидания правоохранителей не получилось. В помещение то и дело приходили неравнодушные клиенты и, видимо, друзья владельца алкомаркета. Это ваш магазин? Мой магазин. Так, тихо, тихо, тихо. Не надо руками махать. Гостям обязательно надо было выяснить, что здесь делают активисты в сопровождении телевидения. А еще был конкурс талантов. К примеру, вот этот большой мужчина со звездами на коленях при виде камеры сначала делился искусством собственного производства. Вместо крестов и плит таблички номеров. Я посещал, я чувствовал безвременные обители. Правда, через две минуты поэт в татуированном мужчине умер. Началась проза. Я боксик. Давай, 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 максик. К счастью, до драки дело не дошло. Полицейские приехали быстро, но приступить к работе удалось не сразу. Одна из сотрудниц была не очень рада съемочной группе. Все время зачем-то бегала от камеры. Прошу вас выйти на место, где вы стояли, и представиться мне строго по закону. Фамилия, имя, отчество, номер жетона и удостоверение в развертывании попросила бы. Куда вы убежали? Активисты несколько раз просили сотрудницу полиции показать удостоверение, но она словно не слышала. Вместо этого проверила наши документы и, прервав опрос свидетеля, ушла подальше от камеры. На улицу, к владельцам магазина. Об этой алкоточке знает вся округа, ведь почти каждую ночь клиенты устраивают у входа громкие вечеринки, нередко кулачные бои. Обычно жилой дом в центре Москвы, но местные жители называют его пьяным домом. Не только потому, что здесь обитает подходящий контингент. В этой высотке не один, а сразу два магазина на расстоянии 50 метров друг от друга продают алкоголь 24 часа в сутки. Кто ты такой тут ходишь? У вас сейчас вызываю. Кого решил вызвать хозяин этого мини-маркета, непонятно, ведь сотрудник полиции стоит в метре от него. То, что в соседнем магазине прошел рейд, его, видимо, не смущает. Клиенты тут тоже все как на подбор. С деньгами наготове и с грустью в глазах стоят и ждут, когда уйдут активисты и полицейские. Выходи отсюда. Ты никто не разрушил тебя сюда. Но продажа алкоголя после 23 часов не является уголовным преступлением. Так что максимум, что грозит владельцам, это внушительные штрафы. И с каждым разом они будут только увеличиваться от 50 до 300 тысяч рублей. Впоследствии, если магазин не прекратит незаконную торговлю, его лишат лицензии. Вдобавок ко всему, при каждом нарушении полицейские изымают весь алкогольный товар, что, по идее, неслабо бьет по карману владельца. Но, видимо, потери такого сокровища не всех волнуют. А вас прям, видимо, забавляет, да, все это? И вас тоже? Да нет уж. Ой, вот так вот даже, да? Татьяна Прокуратова, Данил Прокудин, Вести, дежурная часть.